Друзья, всем привет! Сегодня у нас интересная ситуация и интересен не только автомобиль, который мы будем проверять, а это Renault Sandero Stepway. Интересна сама схематика покупки машины. Вы знаете, вот бывают в жизни ситуации, когда дают небольшую правду, дозированно, вот совсем небольшой кусочек правды, но очень активно об этой правде говорят. То есть выбирается какой-то недостаток небольшой и на нем акцентируют внимание. И пока человек фокусирует свое внимание на том, на что ему указали, во что его ткнули носом, тем самым он забывает посмотреть все остальное. Автомобиль нашли по объявлению, созвонили с продавцом, встретились, но все как полагается в этих случаях. Покупатель спросил, что с машиной. Продавец взял ситуацию в свои руки, сказал, что у автомобиля действительно было незначительное ДТП. В 2019 году на светофоре кто-то въехал в заднюю часть, с правой стороны буквально по касательной задели бампер, задели заднее крыло и дверь, но никаких серьезных повреждений не было. Продавец собственноручно зашел на сайт ГИБДД, вбил номер, показал покупателю схему, действительно по схеме подтверждалось, что и значит где было повреждено по машине. И продавец сказал, ну как бы предупредил так издалека, что вы не беспокойтесь, когда машину ремонтировали, значит несколько было задета стойка, она была поцарапана дверью и во время ремонта покрасили стойку, покрасили порог, маркировочной таблички нет, но номер сам на кузове оригинальный, машина спокойно встанет на учет. Человеку все понравилось, продавец рассказал, как он думал на тот момент всю правду, показал все проблемы по машине, договорились о цене, купили, приехали в ГИБДД, значит на площадке осмотра, инспектор посмотрел автомобиль и сказал, что нужно пройти экспертизу. На что покупатель сказал, товарищ инспектор, вы наверное не поняли, что произошло с автомобилем, вы наверное не разбираетесь в предмете вопроса, давайте я вам сейчас открою глаза. Вот пожалуйста, на сайте ГИБДД видно, что была авария, вот ремонтировалось то-то, то-то, то в автомобиле, поэтому давайте-ка вы не придумывайте всякие мне тут чудеса, оставьте машину на учет. На что ему инспектор сказал, нет голубчик, давайте не так быстро и не так скоро. Проблема не только в том, что у вас нет маркировочной таблички, проблема в том, что машина у вас по ПТС 2018 года, но она наполовину собрана 2014 годом, поэтому приезжайте-ка вы на экспертизу. Так вот, перед тем, как человек поедет на экспертизу, он обратился ко мне, чтобы я посмотрел и рассказал ему, в чем проблема, и каких, собственно говоря, результатов ему ждать на экспертизе. Поверьте мне, ситуация довольно интересная и мы с вами потихонечку в финале подойдем к основной проблеме. Для начала бегло осмотрим внешнюю часть автомобиля, посмотрим на какие-то общие признаки, которые уже многое смогут нам рассказать про сегодняшнего пациента. Первое, значит, зазоры между капотом, крылом, дверью, они не совпадают как по ширине, так и по плоскости. Где-то выше элемент, где-то ниже, где-то зазор шире, где-то он уже. Второе, колесные диски. Ну, вроде бы как диски и диски. Если обратить внимание и совсем уж придраться к мелочам, мы с вами можем обратить внимание на колпачок Nissan. Ну, сзади колпачка никакого нет, а вот на переднем колесе колпачок Nissan. Так, замок. Замок. Вокруг замка следы от, значит, шпаклевки, как затирали шпаклю туда-сюда. Обратите внимание, прямо вот очень так хорошо на солнышке видно. Со всех сторон терли-терли, вот здесь терли, там терли. Дальше вмятина на крыше. Рейлинг прикручен, я бы сказал, неплотно. Ходит ходуном. Видно, что пластик на рейлинге разбирался. Резинки также, значит, вставлены не совсем правильно. Задний бампер провисает. Также видим, что отличается зазор. Немного, но все-таки отличается зазор по задней двери и заднему крылу. Кстати, очень примечательное место. Посмотрите, пожалуйста. Трещина. Трещина на шпаклевке и шпаклевка на крыше. Это уже очень-очень тревожный звоночек. Дальше. Зазор по плоскости и по ширине неправильно выставлен между крылом и крышкой багажника. Отдельного внимания заслуживает правая сторона. По левой стороне мы с вами поняли, что зазоры выставлены неровно, все как-то криво-косо. Но с правой стороны зазоры просто шикарны. Вы посмотрите, пожалуйста, как все выглядит и сравните с левой стороной. Я думаю, что Вадик вам даст такую возможность, ведет две картинки. И вы посмотрите, как выставлены неправильно зазоры по левой стороне и как они выставлены по правой стороне. Так, здесь, в общем-то, все понятно. На зеркале также видно, что отлетает краска. Это взгляд со стороны. Ну, вот буквально с трех-четырех шагов мы с вами осмотрели автомобиль. Если мы хотим более детально его осмотреть, можно подойти и обратить внимание на вот такие вот незначительные мелочи. Но эти мелочи точно так же многое нам расскажут о том, что автомобиль крашен, причем крашен весь и целиком. Сделаем еще один круг. Я вам покажу более интересные вещи. Ну, начнем, например, со стекла. Стекло неоригинальное. В передней правой двери это раз. Два. Лобовое стекло неоригинальное. И водительское стекло также неоригинальное. Дальше. Заднее стекло. 2014 года. Также стоит обратить внимание на вот это место. Можно даже не открывая двери, можно даже не пользуясь каким-либо толщиномером, чем угодно. Сразу же понять, что у автомобиля были проблемы не только косметического характера. И ремонт касается не только внешних кузовных элементов. Как минимум, проблема была с порогом. То есть, если бы мы с вами осматривали автомобиль, даже без продавца просто подошли, нам сказали по телефону, машина стоит во дворе, можете ее посмотреть предварительно. Обращаем внимание на вот это место. Здесь действительно стык панели, но он выглядит на заводских автомобилях по-другому. То есть, вот здесь мы видим, что на пороге есть шпаклевка. Так, дальше продолжаем нашу экскурсию. Заднее стекло в крышке багажника также 2014 года. И в задней двери, в задней правой, также 2014 год. И как вишенка на торте, также обращаем внимание на порог. Здесь порог еще более фактурный. Видно, что уже треснула шпаклевка. И даже если, опять же, свести две картинки воедино, ну, на монтаже это легко сделать всегда, да, но при осмотре, если, например, запомнить, как выглядит с одной стороны и посмотреть, как выглядит со второй стороны, можно понять, что вот это место, оно отличается. Посмотрим датировку по салону. Кстати, первое, на что можно обратить внимание, когда мы открываем дверь, это петли верхняя и нижняя. Обратите внимание, пожалуйста, на то, как прикручены болты, как прикручены гайки со следами смещения, со следами подкраса. Кроме того, болты, значит, которыми прикручена сама дверь, они точно так же снимались. Но я вам напомню, изначально говорили, что было незначительное ДТП, в результате которого была повреждена именно вот эта часть, которую мы с вами сейчас осматриваем. Еще интересный момент. Есть датировка на петле 48 дробь 17. Эта датировка обозначает 48-ю неделю, 17-й год. Раз. Дальше. Нижняя датировка точно так же. 48-я неделя, 17-го года. В общем, все сходится. Автомобиль по ПТС выпущен в январе 2018 года. 48-я неделя, это как раз самый конец 2017 года. Здесь все нормально. Но более интересная информация для нас располагается на бирке ремня безопасности. А вот ремень безопасности датирован уже 2014 годом. 20 ноября 2014 года. Несоответствие по дате выпуска налицо. С одной стороны стойки элементы конца 2017 года. С другой стороны стойки элементы 2014 года. Конца 2014 года. Такого быть не должно. Тем более мы с вами увидели, что вся задняя часть по стеклам точно так же 2014 года. Я так понимаю, что именно стекла и ремни безопасности стали отправной точкой автомобиля на экспертизу. Заглянем под капот, а потом вернемся к салону. Обратите внимание на внутреннюю часть капота, как он покрашен. Понятно, что и с внешней стороны было видно, что капот со вторичной окраской. Но здесь он раскрылся во всех цветах. Посмотрите, пожалуйста, на герметик. Герметик самодельный, ручной работы. Дальше можно осмотреть некогда круглые отверстия. Ну, например, вот это вот, вот это, вот это, вот это вот отверстие. Посмотрите, пожалуйста, на пленочку, которая закрашена. Вот эта вот пленочка, она наклеивается само собой после окраски капота. Является некого рода защитным элементом, чтобы капот не протирался при соприкосновении с упором. Пленочка покрашена поверх. Точно так же вот эти вот пластиковые элементы, они так же не должны быть в цвет кузова. Ну, это так, набросали по-быстрому. Более интересное нас с вами ожидает при осмотре именно подкапотного пространства, а не только самого капота. Обратите свой взор на обильную коррозию. Вот там вот коррозия, все заржавело. На моторном щите на лонжерон коррозия перешла. Опорный стакан со следами коррозии. Так, дальше что? Брызговик со следами коррозии. Я, конечно, понимаю, машина не новая, но поверьте мне, у этой коррозии абсолютно другая причина. И причина не в том, что машина заржавела. Вы пока просто смотрите, мы с вами опытным путем осматриваем автомобиль и понимаем, на что нужно обращать внимание при покупке подобного автомобиля. Дальше. Коррозия точно так же присутствует с правой стороны. Здесь ржавчина. Там ржавчина такая ненавязчивая, но вездесущая. Она везде. Где-то мавилем подкрасили, где-то не подкрасили мавилем. Но все скрытые полости с легким налетом ржавчины. Кроме того, вся подкапотная часть, она со вторичной окраской. Ну, я думаю, что здесь не нужно быть большим специалистом, большим экспертом, чтобы, например, обратить внимание точно так же на смещенные шайбы по крыльям. Ну, про капот я даже говорить не буду. Незаводской герметик. Вот в этом месте. Вот в этом месте. Незаводской герметик. Вот здесь вот герметик незаводской. Вот здесь вот герметик незаводской. То есть полностью окрашенная передняя часть. Что еще мы можем увидеть по сегодняшнему автомобилю? Синий бампер. То есть он с внешней стороны, конечно, бежевый, но с внутренней стороны он темно-синий. Вернемся к датировкам. Раз резинка 2014 года. Два резинка 2014 года. Посмотрим на дату выпуска радиатора. Радиатор 2015 года. Снимем крышку с блока предохранителей. И крышка у нас также датирована 2015 годом. Но, но мы с вами на этом не будем останавливаться. Посмотрим фары. Фары еще интереснее. Фары датированы одна июнем, другая июлем 2018 года. То есть у нас с вами фактически добавилось еще несколько датировок, которые никак не вписываются, значит, в реальную дату сборки автомобиля. Потому что автомобиль январь 2018 года. Понятно, что он собирался из комплектующих, которые были выпущены в самом конце 2017 года. И такие комплектующие есть. Также мы с вами в обилии наблюдаем элементы 2014 года. Но плюс ко всему у нас еще добавился 2015 год. И добавился не просто 2018 год, а середина 2018 года. Когда автомобиль уже сошел с конвейера. И с капотом на этом я предлагаю закончить. Потому что здесь нам с вами ловить больше нечего. Ну ладно, пусть пока... Ой, что ж такое произошло? Пусть пока постоит. Пусть пока постоит. Ладно, надеюсь, что второй раз такое не случится. Значит, а мы с вами вернемся к порогам. Помните, я вам говорил несколько минут назад, что даже при закрытых дверях мне не нравятся стыки панели на порогах. Именно их мы сейчас и осмотрим. Скинем резинку без лишних слов. И скинем мы ее во всем дверном проеме. Как раз та самая проблема, о которой я вам говорил. Панели замазаны между собой. Кузовные панели замазаны шпаклевкой. И сверху покрашены. Точечная сварка нарисована вот в этом месте. Здесь он тоже нарисован. А здесь она просто отсутствует. Ну как отсутствует? Есть какие-то ореолы от того, как было раньше? Так. Приподнимем пол. Я так понимаю, что нам здесь не только пол приподнимать придется. Я так понимаю, что нам здесь сиденье приподнимать придется. Потому что шов, а здесь, несомненно, есть шов, он уходит именно под сиденье. Посмотрим с правой стороны. Резинка, которая мешает обзору. Также полежит на солнышке сверху. Кстати, посмотрите, какая еще интересная штука. Сравните вот это место с правой стороны с точно таким же местом с левой стороны. Ну просто вот ради интереса посмотрите. Отдельно стоит заметить, что с правой стороны порог и заднее крыло не имеют в принципе точечной сварки. Если по левой стороне мы наблюдали хотя бы какую-то там нарисованную, либо были какие-то отголоски от заводской сварки, здесь вы можете посмотреть просто толстый-толстый слой шпаклевки поднимается наверх и заканчивается он вот в этом месте. То есть вот это все, вот это все прошпаклевано, причем, я так понимаю, от души. Заглянем вовнутрь. О, ну вы должны это сами видеть, потому что такое даже я не часто встречаю. Как раз мои слова о шпаклевке, они нашли здесь стопроцентное подтверждение. Для удобства сложу сидение. Так, отодвинем в сторону обшивку, и вы своими собственными глазами посмотрите. Ведь не зря говорят, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Вот, пожалуйста, смотрите, как все сделано. И опять же, ржавчина, ржавчина, везде ржавчина. Отверстия не совпадают. Точка высверленная, следы от болгарки. Так, и куда все это у нас переходит? Куда это все ведет? Так, здесь что? Со стороны задней двери центральная стойка перерезалась 100%. Точно так же слой шпаклевки. Сейчас мы откроем переднюю дверь, посмотрим, есть ли там такие же, значит, проблемы. Есть ли там шов. И я предлагаю даже сделать чуть-чуть по-другому. С центральными стойками снимать вот эти накладки, ну, это довольно геморройно. Тем более, мы сможем с вами это увидеть без полного демонтажа накладок. Но в режиме экспресс-осмотра мы скинем накладки с передних стоек и еще с задней стойки. И потом посчитаем количество швов, посмотрим, что ими нарезалось. Шов. Шов, причем с окалинами и не подкрашено. Центральная стойка резалась. Передняя стойка резалась. Причем резалась абсолютно симметрично правой стороне. Шов. Все понятно. Стойки передние и центральные резались, причем они пересекались полностью. Передние стойки разрезались в районе панели, можно сказать, под самый корешок их резали. Центральные стойки резались на уровне подголовников передних сидений. Задние крылья сверху не резались, но резались пороги внизу. Как с одной стороны, так и с другой стороны. Кстати, если обратить внимание на багажник, даже в багажнике датировка 2014 года. Ну, ладно, мы с датировкой уже остановимся. Давайте все-таки демонтируем сидушку. Опа. Куда ее поставить? Я даже не знаю, куда ее поставить, чтобы она нам не мешала. Так же наверх положим. Вот. Вот оно, ради чего мы снимали сиденья. Друзья, посмотрите, пожалуйста, сами на шов. Посмотрите на нахлест. Посмотрите на центральный туннель. Давайте так же заглянем с вами под войлок. Так. Ой-ой-ой-ой. Какая антисанитария. Как все это выглядит некрасиво. Но все-таки это нужно вам показать, чтобы вы понимали весь размах ремонта. Все. То, что и требовалось доказать. Шов полностью пересекает заднюю часть. И я думаю, что можно подводить уже итоги. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Итоги по сегодняшнему автомобилю весьма неутешительны. Вы видели все, что на самом деле было с машиной, результаты ремонта. И как-то это не сопоставляется со словами продавца о незначительном ДТП, которое произошло в 2019 году. И на самом деле, действительно, ДТП в 2019 году произошло. И мы с вами видели следы этого ДТП. Но это лишь маленькая правда, которая была предоставлена покупателю. Потому что, как я сказал в самом начале видео, бывают в жизни ситуации, когда для того, чтобы скрыть какую-то большую ложь, берут маленькую дозированную проблему. Эту проблему тебе нарочито показывают, на ней акцентируют твое внимание, фокусируют твое внимание. И раскручивают ситуацию вокруг этой незначительной проблемы. Было ДТП, красилось крыло, так и так. Вот такая вот проблема. И человек, он понимает, что ему открылись, ему доверились, ему рассказали о проблемных местах. И он начинает, ну, как бы доверять продавцу, он начинает верить. И он, наверное, интуитивно, ну, вот в таких бытовых случаях, интуитивно перестает копать дальше. И это, на самом деле, неправильно. Потому что всегда нужно прорабатывать абсолютно все версии. Даже если ты нашел какую-то проблему, это не значит, что на этой проблеме все заканчивается. Автомобиль в 2018 году продавался на аукционе годных остатков. И как вы думаете, почему он оказался на этом аукционе? Из-за какого-то серьезного ДТП, связанного с деформацией кузова. Может быть, машина перевернулась, может быть, еще что-то. Нет, на самом деле это не так. И по тем признакам, которые я вам показывал, по тем признакам, которые мы с вами обнаружили, можно было, в принципе-то, понять, что с автомобилем произошло на самом деле. Вторичная окраска всего кузова, в разнобой собран кузов. Машина, она ни больше, ни меньше полностью сгорела. Она выгорела дотла. Мне удалось найти дополнительные фотографии автомобиля через страховую компанию. Мне предоставили фотографии автомобиля, когда его фотографировали сразу же после пожара. Он действительно полностью выгорел. И автомобиль в таком состоянии был продан и восстановлен. И то, что мы с вами видим по резаным стойкам, по передним стойкам, по центральным стойкам, шов под задним пассажирским сидением, это не что иное, как частичная замена кузова после пожара. То есть, срезали крышу со стойками, с передними и частично с центральными. И срезали задние крылья вместе с крышей, вместе с задними стойками, срезали по порогам. Приварили, покрасили и отправили. Вся подкапотная часть ржавеет именно из-за пожара, даже несмотря на вторичную окраску. И именно по этой причине отсутствует заводской герметик. Он выгорел и пришлось сделать самолепный. Сгорела маркировочная табличка, но сохранился номер кузова на полу. И автомобиль собрали из разных автомобилей. И самое интересное, вот самое интересное, что вот эту информацию, ее можно было в принципе получить, не покупая автомобиль. Ее можно было получить, купив отчет про авто на автору. И посмотреть, что автомобиль участвовал в ДТП, действительно. Он продавался на акционе годных остатков. И вся эта информация абсолютно спокойно предоставляется в отчете. Кроме того, в отчете автору можно посмотреть, работал ли автомобиль в такси, работал ли автомобиль в каршеринге. Ограничения, залоги, историю объявлений, если машина раньше размещалась на автору. Те фотографии, которые размещались. Посмотреть описание, посмотреть пробег, с которым раньше машина продавалась. И если вы собираетесь купить автомобиль с пробегом, я вам рекомендую собирать первичную информацию на про авто. Ссылочку оставлю в описании под видео. Если соберетесь покупать машину, либо захотите проверить автомобиль, который вы купили без проверки, собрать также первичную информацию, переходите по моей ссылочке, проверяйте и отсеивайте откровенный автохлам. Но, друзья, не будем забывать, что даже если вы проверили автомобиль через любой онлайн ресурс, вы собрали первичную информацию, это вовсе не обозначает, что машину не нужно проверять физически. Точно так же машину нужно проверять по кузову, машину нужно проверять по пробегу, по номерам, по документам. И если вы хотите гарантированно, качественно проверить автомобиль перед покупкой, обращайтесь ко мне в мою экспертизу «Автокриминалист». Я либо мои эксперты обязательно проверим вам автомобиль, подберем автомобиль под ключ, вы гарантированно купите честный, чистый, юридически чистый и технически беспроблемный автомобиль с гарантией. Ссылку на свою экспертизу также оставлю под видео. И напомню, мы работаем в Москве и в Санкт-Петербурге. При необходимости обращайтесь, будем рады помочь. На сегодня все, но перед тем, как мы с вами попрощаемся, я хотел бы напомнить, что каждый из вас может прислать мне письмо, если вы купили проблемную машину, если автомобиль с перебитыми номерами, с поддельными документами, если ваш автомобиль, к сожалению, сварен из двух, либо трех частей, и вы об этом узнали уже после покупки, либо вы знаете какие-то автосхемы, автозамуты, по которым обманывают покупатели, обманывают продавцов. Пишите, присылайте свои истории, самые интересные и яркие из них обязательно окажутся на моем канале. На сегодня все, всем пока!